МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на телеканале Север в студии Алина Волчейская. Здравствуйте! И вот о чём расскажем сегодня. Происшествие, которое потрясло окружную столицу. Ночью сгорел крупный развлекательный центр. В нашем эфире кадры с места событий и первые комментарии пострадавших. Миллион за переезд на село. В Ининицком округе продолжается реализация федеральной программы «Земский доктор». Ининицкий округ передал Республике Карелия символ Всероссийского театрального марафона в виде древнегреческого амфитеатра с изображением гербов всех регионов страны. Об этом и не только. Расскажем в ближайшие 20 минут. И начнём выпуск с новости, которая потрясла горожан утром. В ночь с 21 на 22 октября сгорело здание, расположенное по улице Неницкой, 10. В нём располагался игровой детский центр «Лимпапо», фитнес-клуб «Юпауэр», центр ультразвуковой диагностики «Ультрамед», пиццерии «Дон Паперон» и ряд других объектов предпринимательства. В следующем материале все подробности. О событиях прошлой ночи Юрий Артеев вспоминает неохотно. Он один из тех немногих бизнесменов, кому удалось спасти имущество. Его фотостудия пострадала меньше всех. Тем не менее, предприниматель остался без помещения. А это в нашем городе едва ли не главная проблема. У нас специфические такие фотостудии. Нужны окна, как здесь хорошие высокие потолки. Ну и аренда, соответственно, недорогая была. Очень жаль, что так всё случилось. Но, во всяком случае, мы всё равно пострадали меньше, чем ребята. Вот наверху, Лимпапо, там, тех-то жалко вообще. И действительно, огонь практически полностью уничтожил второй этаж здания. Там располагался фитнес-клуб и игровой комплекс Лимпапо – излюбленное место нырьянмарских детей. Многие из них, не веря в произошедшее, собрались сегодня возле сгоревшего развлекательного центра. Не, я сегодня просыпаюсь, мне бежит мама, показывает видео, как оно горело. Сказала, ты знаешь, что лимпо сгорело? Я такая, в смысле, как? Она показала видео. Я очень сильно удивилась, её стало очень сильно жалко. Я там чуть не заплакала, всё в постели. Мне сказали в школе. Я упал со стула, честно. Я, ну, как все, конечно, не поверил, все не верят. Да, я не поверил, но мы всем половину класса собрались посмотреть, что тут произошло. Мы с братом там любили ходить. Потом с друзьями очень много там в кафешках сидели. Прыгали, бегали там. День рождения класса там справляли. Очень часто там были. И там, а мы сегодня проснулись с утра, и мама зашла в ВКонтакте и увидела, что сгорело. Мы очень расстроились, потому что там было очень классно и весело. Я сначала проснулась утром, мне позвонила одноклассница и сказала, Даш, сгорел лимпопо. Я сначала не поверила, отключилась, да, и стояла в шоке, я соберяла школу. Но потом пришла и такая, всё, сгорело, конец. О том, что горит здание единственного в окружной столице крупного развлекательного центра, в единую диспетчерскую службу сообщили очевидцы. Сигнал о возгорании поступил в 0037. К месту происшествия были направлены все экстренные службы. К приезду пожарных уже вовсю полыхал второй этаж и кровля по всей площади здания. Пожару была присвоена третья категория сложности. На тушение было задействовано более 47 человек личного состава и более 9 единиц техники. Полностью локализовать возгорание удалось только к пяти утра. Сложно описать те чувства. В тот момент надо было действовать. То есть нужно было помогать. Очень понравилась сплоченность всего коллектива, что здесь работал. Неважно было, чей бизнес. Ребята заходили. В тот момент, даже когда тушили пожар, ребята заходили, выносили оборудование, выносили инвентарь. Все друг другу помогали. К счастью, в ходе происшествия удалось избежать жертв. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. В некоторых источниках появились сообщения о том, что в помещении не сработала противопожарная система. Впрочем, в ходе экстренного совещания у главы региона собственники здания опровергли эту информацию. По информации собственников, система эта сработала. Сообщения поступили им на телефоны и поступили в частное охранное предприятие. Что дальше делало частное охранное предприятие, с этим, скажем так, сигналом нам пока не ясно. Это тоже мы пока разбираемся. Следственно-оперативная группа наших специалистов и ОВД создана. Сюда к нам должен прилететь специалист испытательной пожарной лаборатории, с Архангельска, скорее всего, который будет заниматься, устанавливать место возгорания, причину и так далее. Также в ходе совещания выяснилось, что ни здания, ни один из 11 бизнесов, расположенных на Ненецкой, 10, не были застрахованы. Глава региона поручил оказать необходимую поддержку предпринимателям, объекты, деятельности которых были расположены в пострадавшем от пожара здании. Алина Волчейская, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». И теперь к другим новостям. Муниципалитеты Ненецкого округа за лучшие практики благоустройства смогут получить дополнительное финансирование. Такую инициативу в ходе оперативного совещания высказал глава региона Александр Цибульский. Он предложил Департаменту внутренней политики Ненецкого округа проводить конкурс среди сельских поселений на лучшее благоустройство. Данная мера поддержки будет стимулировать сельчан выполнять благоустройство территории более качественно. В рамках этого конкурса, допустим, предусмотреть деньги на следующий год в виде какого-то отдельного гранта, не знаю, до 10 миллионов рублей можно предположить, на то, чтобы выигравший населенный пункт, который проект будет признан общим мнением лучшим, получал бы вот такой денежный приз. И таким образом мы можем повысить качество и вовлеченность и одновременно давать стимул тем, у кого есть в этом заинтересованность, развиваться и благоустраивать территорию лучше. В этом году на реализацию идеи в рамках инициативного бюджетирования сельским населенным пунктам из бюджета Ненецкого округа направлено более 19 миллионов рублей. 14 проектов у нас уже завершены. В стадии завершения 5 проектов. И 3 проекта у нас придут на следующий год. Это в Пёше, ОМИ и в Карском сельском советом. В ходе планерки губернатор поручил своим заместителям и руководству органов исполнительной власти округа более тесно сотрудничать с главами муниципалитетов. В Ненецком округе продолжает действовать федеральная программа «Земский доктор». В этом году в регион по этой программе приехали два специалиста. Еще один приступит к работе в ноябре. Согласно программе, прибывшим или переехавшим на работу в сельскую местность врачам предоставляется единовременная компенсационная выплата в 1 миллион рублей. При этом она не облагается налогом. Какие еще меры поддержки действуют для привлечения специалистов, расскажет Александра Литкова. В федеральной программе «Земский доктор» Ненецкий округ участвует с 2015 года. Медики приехали не только в Наринмар, но и в отдаленные Харивер, Тошвиску и другие поселения. В рамках федеральной программы врачам выплачено по 1 миллиону рублей подъемных. Фельдшерам по 500 тысяч. Изначально программа направлена на то, чтобы привлечь в сферу здравоохранения специалистов наиболее дефицитных и востребованных специальностей. Это специалисты, которые должны работать в первичной системе здравоохранения, плюс в сельских и населенных пунктах. Это врачи, заведующие фельдшерскими пунктами, фельдшера, которые будут работать на ФАПах, и фельдшера, которые работают на скорой медицинской помощи. То есть там достаточно ограниченный перечень, какого можно привлечь по данной программе, но учитывая, что у нас регион испытывает дефицит именно в первичном звене, то есть у нас программа эта востребована и реализуется. Ежегодно на реализацию федеральной программы окружной бюджет получает субсидию на условиях софинансирования. Такие условия определены соглашением между Министерством здравоохранения и администрацией региона. В этом году общая сумма выплат медицинским работникам, которые переехали в округ, составляет 3 миллиона рублей. Кроме того, приезжим специалистам предусмотрены и другие меры соцподдержки. У нас специалисты, которые приезжают в регион, им компенсируются затраты, которые связаны с наймом жилья, либо предоставляется служебное жилье, в зависимости от того, есть нормы в наличии на сегодняшний день или нет. Компенсируются затраты на коммунальные услуги тем медикам, которые работают в сельской местности. Реализуются полностью все меры, которые предусмотрены для сотрудников, работающих на храньем севере. То есть это время, оплачивая период времени на переезд, провоз багажа и перевоз своей семьи. Докторам, которые приезжают с других территорий, устанавливаются северные надбавки. Устанавливается 30% к окладу, если специалист относится к категории молодые специалисты. Но проблема дефицита кадров еще не решена. На Ренмару не хватает узких специалистов. Селам нужны врачи общей практики. Поэтому в Ненецком округе решили применить дополнительные региональные меры к федеральной программе «Земский доктор». Из окружного бюджета сельским врачам выплатят миллион рублей. Городским – 500 тысяч. Для фельдшеров, соответственно, 500 и 250 тысяч рублей. Благодаря данной поддержке только в этом году в регион приехало 13 медиков. В их числе врач общей практики, которая приступила к работе в амбулатории поселка Красное в сентябре. Хотелось бы отметить, что ее сразу обеспечили жильем. Жилье комфортное, то есть вода есть, душ, унитаз – все необходимое. Также мебелью снабдили. Раньше такого, конечно, не было. Изменилось отношение к медицинским работникам. На сегодняшний день амбулатория поселка полностью укомплектована специалистами. В том числе здесь появился врач-стоматолог, которого в Красном ждали больше всего. Очень замечательно, что приехал. Я думаю, на постоянную основу он сюда приехал. Потому что добираться до города кому-то проблематично. Да и не всегда у нас в дороге. Сейчас есть такая возможность, каждый день можно обратиться за помощью. Сами знаете, как зубная, острая боль может издействовать на наш организм человека. И при этом надо ехать в город. А когда есть человек на месте, это же хорошо. Не каждое сельское муниципальное образование на Крайнем Севере может похвастаться укомплектованностью кадров в местных учреждениях здравоохранения. Но следует сказать, что медицинская помощь в настоящее время оказывается в округе повсеместно. Даже в самых отдалённых населённых пунктах, таких как Шойна. Я родилась в НИСИ. Здесь работаю третий год. Изначально работала два месяца в НИСИ. Училась в Архангельске, в медицинском колледже Архангельском. Закончила три года назад, получается, уже. И переехала сюда. Ещё один способ пополнить медицинские учреждения округа узкими специалистами – целевое обучение студентов, при котором подписываются трёхсторонние договоры на обучение с высшим учебным заведением и будущим работодателем. При этом договор о целевом обучении предусматривает и обязательства со стороны студента. В частности, отработать не менее трёх лет в учреждении, с которым заключён договор. За последние 10 лет на целевые места от региона поступил 81 человек. Вернулись 30 молодых специалистов, обучавшихся в СГМУ. 18 человек после окончания вуза не вернулись в регион. Такие студенты обязаны полностью компенсировать затраты на своё обучение. Если специалист уезжает на целевое обучение и не возвращается, он полностью оплачивает всё своё обучение, то есть это несколько миллионов, да, и плюс все те меры соцподдержки, которые мы оказывались на период обучения, они у нас тоже заложены, да, то есть это и наим-жилья, если студенту не предоставлено общежитие, проезд к месту прохождения практики туда и обратно два раза в год, и плюс стипендия по итогам успеваемости. На сегодняшний день обучение за счёт средств федерального бюджета по целевому направлению от Ненецкого округа в Северном государственном медицинском университете проходит 32 студента. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Ненецкий округ занял нижнюю строчку в рейтинге российских регионов по организации детского отдыха, набрав всего 4 балла из 21 возможного. Вместе с нами в аутсайдерах оказались Республика Тыва, Чукотка, Ингушетия и Дагестан. У них по 5 баллов. Возглавили рейтинг Москва, Краснодарский край и Свердловская область, набравшие по 17 баллов. Об этом говорится в исследовании социального навигатора «МИА Россия сегодня». Отмечу, что в рейтинге участвовали все регионы Российской Федерации, которые оценивались по 12 критериям. Максимальная оценка региона могла составить 21 балл. При составлении рейтинга использовались данные, опубликованные на сайтах региональных органов исполнительной власти, а также сведения из Росстата и других открытых источников. По мнению авторов исследования, причиной низких оценок стали, в частности, некачественно заполненный реестр, отсутствие информации о кадрах и лагерях для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы провалили один из показателей по сравнению с той же Чукоткой. Это нахождение реестра самого в легкодоступном месте. То есть сайт органов власти, департамента, этот рест находится на нашем сайте. Сайт департамента образования входит в структуру администрации. То есть вот этот вот путь поиска реестра оказался очень сложным. Но при этом, в отличие от Чукотки, мы получили один балл за количественные и качественные показатели. То есть по итогам летней кампании у нас рост контингента, рост количества детей, которых мы оздоровили как на территории субъекта, так и вывезли. То есть именно в этом, на наш взгляд, в принципе и заключается результат нашей работы. А не в том, что этот реестр, который в принципе даже никому не интересен, нельзя найти там, неудобно найти на сайте. По словам Натальи Сидровой, в связи с малочисленностью населения и в силу климатических особенностей субъекта нет необходимости в создании на территории региона стационарных учреждений для отдыха или оздоровления. В том, что отдельные показатели рейтинга не учитывают специфику регионов Крайнего Севера, а потому не являются объективными, согласно и руководитель Департамента образования, культуры и спорта НАО Лина Гущина. Несколько спорный момент о том, что у нас нет службы именно в Ажатской, так как у нас в субъекте, вы прекрасно знаете, что у нас нет на настоящий момент высших учебных заведений, но тем не менее у нас ребята прошли обучение, и у нас служба в Ажатых была в этом году впервые организована. Дальше хотелось бы отметить, что у нас существенное увеличение прошло как по выезду детей по линии Департамента здравоохранения и социальной защиты населения, так и по охвату летними площадками у нас в субъекте. Если у нас в прошлом году было всего 26 площадок, эти площадки были организованы на базе учреждений образования, то есть всех школ округа, также еще было две площадки дополнительно у нас организованы на базе труда и музыкальной школы. Были организованы и профильные площадки как для одаренных детей, так и для детей, занимающихся спортом на базе труда. То есть коэффициент охвата у нас детей летними площадками был увеличен. Лина Гущина также отметила, что в этом году при поддержке и попоручении губернатора была увеличена сумма питания детей, занятых на летних тематических площадках. Организации учреждений округа работали в тесном сотрудничестве, что позволило сделать досуг детей максимально насыщенным и полезным. В таком же режиме работали у нас все учреждения на селе, то есть тесная связь была между образовательными учреждениями и учреждениями культуры. Также в этом году до 13 тысяч практически увеличилось число детей, которые посетили именно мероприятия, проведимые в рамках культурных каникул. Здесь учреждения, то есть когда были закончены летние площадки в школах, и образовательные учреждения должны были готовиться к новому учебному году, на базе всех домов культуры на селе и в городе у нас были проводились мероприятия в сфере культуры. То есть называемые традиционные культурные каникулы. И этот охват мы также увеличили в этом году. В этом году увеличилось и количество путевок для участия окружных детей в профильных сменах в федеральных центрах, таких как «Океан», «Артек» и «Орленок». Здесь наши дети также выезжают. Выезжают профильные смены для одаренных детей, где нам предоставляются федеральным центром путевки на бесплатной основе. Мы компенсируем за счет регионального бюджета именно проезд детей к месту отдыха и обратно. То есть эта работа также организована, и также я подчеркну, что эти профильные смены сейчас будут продолжены. В целом, как отметила Лина Гущина, в округе принимаются значительные меры по организации летнего отдыха и оздоровлению детей. И это нельзя не принимать во внимание. Как и специфик Украйнего Севера, который явно будет уступать, по отдельным показателям, районам с наиболее благоприятными климатическими условиями. Что касается реестра, который вызвал замечания у авторов исследования, то его департамент намерен доработать. Ирина Никешина, Вадим Стасюк, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». И в завершении выпуска новости культуры Ненецкий округ передал Республике Карелия символ Всероссийского театрального марафона в виде древнегреческого амфитеатра с изображением гербов всех регионов страны. Торжественная церемония состоялась на сцене Национального театра Карелии в Петрозаводске. Символ года театра министру культуры региона Алексею Лисанену вручил заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа Антон Пустовалов. В рамках всероссийской акции в Петрозаводск с гастролями приехал любительский театр «Иллипс» со спектаклем «Тундровые были» или «Сказки бабушки Сырне». Напомним, ранее в рамках марафона Нарьинмар посетил театр из Республики Коми с музыкально-эпической постановкой «Пармалов». Всероссийский театральный марафон – это крупнейшее событие в рамках года театра. Участие в нем принимают все регионы России. Марафон стартовал 18 января во Владивостоке и завершится 15 ноября в Калининграде. Передача «Символа года театра» уже прошла в региональных столицах семи федеральных округов России. Республика Карелия стала 76-м регионом, где произошла передача эстафетной палочки. И это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире.